Сталинградскую битву по праву называют переломной в ходе Великой Отечественной войны. Оборона Амамаева-Кургана, операция «Уран». Все знаковые сражения проходили на глазах у Халида Халидова и села Карата Ахвахского района. Он награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, за оборону Сталинграда. Как ветеран готовится встретить юбилей победы, расскажет Севрина Шамхалова. В праздничном кителе и с улыбкой на лице Халид Халидов встречает гостей на крыльце своего дома. О заслуженных орденах и медалях рассказывать неохотно, но только стоит разговорить, и эмоции переполняет ветерана. Это медаль за оборону Сталинграда, правильно? За оборону Сталинграда. Это медаль, самая ценная медаль у нас. Он ушел на фронт, когда ему было 20, но сначала Халиду Бодрудиновичу пришлось отвоевать свое право бить немцев. Из-за того, что отца и дядю, тогда еще совсем молодого парня, репрессировали, Халидова не брали в армию. Но он и не думал сдаваться. Когда все же добился своего, доказал, что пошел воевать не для того, чтобы пустить пыль в глаза, а чтобы защищать родину. Войну эту победили не только солдаты, а тыл. Труженики тыла, если бы тыл такой крепкий не был у нас, мы бы проиграли два шага. Весь резерв, вся система, все богатство было в одних руках. И он командовал, командующий Сталин. Битва за Сталинград, как самая масштабная и страшная по своей жестокости сражение в истории всей войны, его фронтовик не забудет никогда. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. В результате авианалетов город подвергся страшным разрушениям. Многие районы были фактически стерты с лица земли. Погибли почти 100 тысяч человек. Такой же ключевой в ходе войны стала и Курская битва. На Курской дуге мы проходили. Были вторым эшалоном. Это было страшно. Не хуже, чем в Сталинграде. Но там танковые бои были. Башни танков 15-10 метров после взрыва орудия и башня выброшены, говорили там. Халид Халидов участвовал в обороне Сталинграда в освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, Польши, Чехословакии, Крыма. Поэтому сегодня он особенно внимательно следит за развитием событий на Украине. Во время войны тоже мы проходили там. Украину, Крым освобождали, Украину, Карпаты, Польши, Чехословакия. Ну там города. Ну это как-то надо немного пожёстче. Все сидит в государстве. В свои 93 он помнит всех, с кем сражался. Вот они, герои войны. В этом альбоме бережно собраны снимки тех, с кем Халидов прошёл этот тяжёлый путь. Тех, кто не раз спасал от шальной пули. Я от него письма получал и Каплан. Он еврей, горский. Оттуда получал, извините. Каплан фамилия. Вот этот новобратов рядом стоит со мной. Ростовская область. Там рыбацкий посёлок. Я не знаю, как назвать, не помню. Мельников. Беларусь. Вернувшись с войны, фронтовик не сразу смог забыть то, что пережил. Но начать новую жизнь помогла семья. У ветерана семь детей, шесть внуков и 13 правнуков. И все они хорошо знают подвиги своего деда. Но больше всего восхищает даже не это, а то, что после таких испытаний Халид Халидов смог остаться жизнерадостным человеком. Позитивный человек. Я бы даже сказал, у многих может быть ассоциируется, что после войны человек был бы более замкнутый, такой расстроенный, грустный. Ну, много жестокости увидел. Но этого человека, я вам скажу, позитива хватает на всю семью. Он придёт к гостю, вот как приезжает к нам, прям вот настроение у всех поднимается. Мы к нему придём, вот, всего, там, что-то помочь, что-то поддерживать. Да не надо его даже поддерживать. Он сам всех поддерживает, сам всем поможет. Самый любимый праздник в семье Халидовых – 9 мая. И хоть ветеран не любит вспоминать это страшное время испытаний, сегодня он живо рассказывает о военных годах. Видимо, хорошо понимает, что мы должны знать, чтобы помнить. Северина Шамхалова, Гусейн Кулиев и Мурат Касумов. Время новостей.